сегодня мы ребята работаем противоположности кенсингтону это старый английский район ну состоятельных наверное людей таких по 100 по 200 лет тут может еще люди с какими-нибудь титулами жили типа там граф там какой-нибудь кто там сэр пр лорд и старинный дом мы тоже в нем работаем сколько он стоит миллион миллион двести хотя он уж реально как бы очень старый вроде не в не в идеальном состоянии но классно внутри классно как-то вот атмосфера такая вообще душа у дома есть на 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 больше как будто классика как на дом с историей но это называется это филадельфия вот но раньше это был город дженкинтаун или нет или германтаун это даже не германтаун германский город то есть как бы не совсем германтаун ну начало да как бы начало туда вверх где трамвайная линия что-то как раз таки там уже германтаун да вот впереди дом какой вот это на перекрестке здесь тоже но и тут влево вправо там такие замки реально старинные есть потом как-нибудь на скутере покатаемся покажем короче тоже заснимем здесь еще так ну как бы дома как бы такие но жилые дома простых лордов пэров эсеров а вот есть тут капитально с землей с такими там с гектарами земли и это считает ну чуть ли не в центре филадельфии тут буквально 15 минут до центра очень большая такая местность там попиленная на вот именно такие на замке но это вот электричка вот это он вокзал старинный наверху стоит вот есть плохом состоянии очень много домов потому что бабла надо вложить немерено конечно обычно такие дома богатые люди живут по машинам и так в общем что обслуживать такой дом недешево коммуналка коммуналочка налоги коммунал когда там все эти вот мы приехали наш дом такая град к тут идет каменная а до . подержишь каменная оградка у нас даже есть задом ничего не задавали таки вот окна старинные бывают в церквях огромное такое окно ширину где-то ну минимум метр два с половиной и высоту ну тоже метра два такая ставлю и она поднимается вот но приплох в чем что она тяжелая как бы как ее полной и здесь механизм такой встроенный получается на блочках там противовес внутри рамы противовес который поднимает окно помогает поднимать это во многих домах встречается такая система вот именно где деревянные окна еще сохранились возможно и новые деревянные окна там делают но чаще старые пассаж работают на много где и там ну реально такая ставня двухметровая плюс стекло там сколько она весит даже сложно представить на килограмм 30-50 на она точно есть и там такая система с двух сторон заматывается разматывается в общем работаем старинном доме тут в каждом в каждой комнате камин мазулин тут кока и тут конечно состояние просто на тассовском что тут показать потолок покажу очень такой кривой ну это все часть стиля получается здесь вот такие бронзовые или как-то латунные закрывачки такие такой шпингалет огромный длинный классная такая веранночка вот все такое пристроено вот на задний двор куры пасутся куда-то убежали курица наверное хозяйка кормит их клевое место конечно радиаторы отопления невоздушно невоздушно отопление о собака очень добрая собака зовут почему-то ее саша но хозяйка сказала что достались ей уже собака это с этим именем человеческом так вот что он ухал занюхивает а она курица вот 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 красим все кривое такое косое краска где-то отскакивает но где отскакивает мы еще шелушим но в основном прям так сверху красим просто красоту наладим красоту наладим опять же скажет что дешевле новый построить ну конечно поэтому поэтому никто это не реставрировал идеально у нас постоянно так только подкрашивают и все люди же они поэтому и покупают они же ну как бы это нравится такой спитбол ну да не но у нас бы получается то есть что бы сделали все бы ободрали ламинатом все бы постели чтобы такой пол оставили но вообще маловероятно но у нас культурой такой нет ну обязательно хотя ну так же можно да там покрасить но у нас правда домов таких нет вот так просто хрущик какую-нибудь там или сталинку и ну вот в сталинках там высокие потолки есть и ну там иногда красят просто стену там шпаклюют получается красить красить здесь вот где рама красить или нет да не знаю покажи где ну лучше не красить я тоже думаю что может не красить потому что она толщину будет давать хотя ну тут болтается капитально базулин тут по моему такой толщины не даст да для красоты можно бахнуть просто просто они же все равно даже не открывают ну да умазнуть что пускай будет приклеится конечно может ну так ребята так ребята ирина кормит американскую собаку дошираком вот она видите с яичками с яичками еще 8 я тебя с яичками даже интересно зарычит точно не а если попробовать и громко главное услышат ух не ест она белочки она только больше по желточкам врывается выложила из миски и лапшичку она тоже уважает рисовую белки как-то они такие безвкусные какие-то диетические пустая еда так говорится целыми днями караулит короче у нас здесь три собаки но вот это самая караульная ее получается взяли уже года 4-5 было и она постоянно нас встречает как хозяев короче на хозяйке никуда не ходит короче она их видимо мало кормит они такие все поджары у нее ничего поменялись вот сейчас саша просто клаша зовут собаку саша скормили ей там старые пельмени были целая миска огромная вон у нее в боках торчат как будто она удав какого-то барана проглотил и она еще выпрашивает скулит у нее короче какое-то расстройство питания пищевого поведения она вообще запрыгнула запрыгнула теперь можно и поспать вот в такой студии в филадельфии в центре надо будет покрасить ванную и здесь все в один цвет на этом все ребята это конура просто в кухне тут даже нету как бы ну какого-то закутка где просто одна комната и как бы ну вот коридорчик и ты сразу проходишь и вот такая вот комнатка здесь здесь кухня типа вот такая балка на потолке отделяет а вот здесь типа ты спишь и вот два окна открываются они даже не на улицу выходят во внутреннее пространство на этом да мне кажется это самый бюджетный вариант в этом здании это у кого окна только сюда выходят вот такое вот место балкончики вот такие там вон они лыжи хранят велосипеды капусту солят сало там рыбу сушат все нормально внизу там какой-то бассейн водопад все короче закончили мы идем домой такие у них коридоры как в гостинице как будто получается да у нас не делают это наверное для экономии пространства или что я не знаю какие коридоры какие-то реально как лабиринты у нас обычно прям не коридоры если общага ну а так у нас в подъездах нету какой забыл ну не помню что то где ну вот короче вот так вот у них обычно в квартирах не в обычно а во всех квартирах у них вот больше вот так вот распространено в многоквартирниках именно а где у нас бывает ну какие-то ну есть там какие-то малосемейки общаги нет хороших хороших многоэтажных домах в которых хорошие дорогие квартиры я видела так вот мы вышли вот из этого здания вот здесь мы на десятом этаже когда-то работали здесь картины продаются интересные картины очень интересные картины очень Это тюты и тюты Да, это этот пар Продолжение следует... 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 В мировом сообществе Опять же, это такие же стереотипы Как про русских Что на балалайке с медведями играют И с утра до вечера водку пьют Но стереотип такой Именно в англоязычной среде Он закреплен за ними То есть это типа Дрочуны и алкаши Особенность такая Изюминка у ирландцев Это их изюминка Называется Вот, сегодня даже баклажан Тот, которого не его смена А там на ресепшене А других смена Он все равно на работу пришел Потому что этот дом в центре находится Там будут гуляния Там будут, ну, как бы все Поздравлять друг друга Там, короче, все будет ходуном ходить И он тоже решил выйти Как же он пропустит День Святого Патрика Скажут, ты что вообще Где, чем был Чем занимался на День Святого Патрика Дома сидел Да ты вообще Лох Ну, мы что-то вообще Конечно Праздники не поддерживаем В Новый год в 10 часов Спать ложимся Баклажане, кстати, тоже Зеленую одежду одевают Такие вот Ну, этот не одел одежду Он только может носки Или трусы, наверное, зеленые Нацепил на себя Чтобы не смеялись Сказали бы О, смотри, он пошел Тоже пошел праздновать День Святого Патрика Ирландец Ну, а так, в общем Все Национальности Празднуют этот день Это не только Вот Праздник Ирландцев А именно Какой-то День Когда все люди Радуются За ирландцев И пьют с ними И веселятся Типа Такая фишка Стекло грязное Да, еще по поводу Хотел сказать По поводу Вызывающей одежды Именно у женщин В этот праздник То есть Они как на карнавал идут То есть Какая-то праздничная Открытая Откровенная одежда Должна быть Чтобы Ну, типа Там может Познакомиться Сумочка зеленая Неспроста А у этой Подшлемник Зеленый Кепка Тоже неспростая Вот везде Где сейчас Вот зеленый Есть цвет Вот зелененькая Жилеточка Пожалуйста Так Кто еще Зелененькие бусы У индуса были Шел Дальше едем Ну, что-то должно быть Короче В этот день Зеленое одето Ну, это вот так себе Не зеленое Ментовое Такое Да ты что Набухался уже Видимо Скряк Ну, блин Трезвый Никто так не сделает Реально То есть Уже люди Как бы Под шофе Подбуханные Прям с корнем Да? Ну, пьяные Реально То есть Так В обычной жизни Себя люди Не ведут А так Ну, набухаются Там Барагозят Синяя Вот эта Вот Быдлячка Она лезет Как бы То есть Шел И выдернул Цветок Тюльпан У кого-то С клумбы Вместе Там С корнями С землей С девкой Вот Зеленая Кофточка Наполовину Справа Ну, вот Мужик С зеленой Кофти Переходит Интересно Ричард Сегодня Здесь Правда Я вчера Видел У них Окна Открытые Были Да По-любому Они Да Ну, да Они У них Там Шкаф Специально Мы им Для Буфла Делали Так Ну, вот Это Ритм Хаус Сквер Вот И Мы Как раз Прямо Вон В том Доме Работаем Ну, вот Тоже У женщины Темно-зеленый Свитер Не обязательно Должно Быть Именно Вот Какого-то Конкретного Цвета Прям Такого Зеленого Это Может Быть Салатовый Там Разных Цветов Но Зеленый Да У них Вообще У американцев Нет Понятия Салатовый Или Еще Что-то Не Помню Да Зеленый Все Синее Но Также У них Есть Какие-то Названия Цветов Там Дикие Какие-то Морской Брис Там Еще Что-нибудь Нет Вот Эти Все Какие-то Названия Которые Тебе В принципе Ни о чем Не говорят То есть У нас Хотя Я бы Ну Может Они Говорят Светло Зеленый Или Ярко Зеленый Наверное Можно Так Выразиться Но У них Короче Все Зеленое Вон Баглажан Короче Вот Семейство Зелененькие Все Оделись Тоже Какую-то Причастность Имеют Может быть У них Предки Из Орландии Не знаю Были ли Там Когда-то Их Предки Ну Все Короче Одевают Эту Атрибутику Идут Гуляют Ну И Как бы Выпивают Обязательно То есть Это Бывает Что Там Допустим День Благодарения Ну Там Тоже Выпивают Но Не До Такой Степени А Вот Именно День Святого Патрика Это Как бы День Бухарика Можно И так Еще Выразиться Зак Короче Нажерутся Сегодня По-любому Все В основном Все Даже Собака Вон Видите В зеленом Цвете И В общем То Мы Прочитали Вот Сейчас Что Значит Ну В русском Выражении Зеленый Змей Как Что Это Значит Образное Выражение Русского Языка Означающее Водку И И И Спиртные Напитки Также Употребляется Для Обозначения Пьянства В целом Вот Так Так Что В принципе Это Полностью Соответствует Этому Праздничку Так Что Кто Любит Выпить Это Получается Его Праздник День Зеленого Змея Чадило Такое Там Организация Преставали Себе На Этому Себя На На Крылечке Дым Коромыслом Идет День Святого Патрика Ребята Отмечают Вот Это Да Ого Там Мазерленд Раша А вот Здесь Клады Люди Ищут Ну Что Клады Нашли Не О О Бери Сюда Вот Так Наверное Нож Нож Железный Вы Что Прикал Вы Что Я Убрал 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 И Еще Что Туда Полотенца Сушитель Точно Их Смеситель Полностью Меняли С С С С С С там перепаивали все это медные трубы здесь ключок сделали вы все это было здесь короче ребята пришлось впаять вот эту вот трубку хромированную но в чем прикол что дальше канализация идет свинцовая да и вот сейчас еще унитаз врачи не подарок медленно набирался едем в магазине короче они вызывали пейнтеров эпоксидкой красим плитку всю покрасили такая беленькая в принципе вообще жесткая дали держится крепко не знаю сколько это стоило конечно мы можем тоже красить так у нас аппарат есть но если она материал не знаю каким они пользуются компоненты какой-то ногу саши красили может и не точно да красивый букет подарили базулину тут и папоротники всякие и капуста он какая-то тот цветок короче еще никогда такой не видел и тут сиреневые вот какие то есть папоротники мхи лишайники какие-то пиастры вот или что это я не знаю и все такие но более-менее свеженькие прям букет удачный такой она это три штуки три букета очень пахнет когда заходишь квартиру я прям зашла базулисник 28 марта плюс-минус ого какая очередь за парк стоит самый чуть ли не древний зоопарк соединенных штатах америки он детей сколько привезли мы рядом за парком живем отсюда не знаю может метров 500 800 суть мы сейчас едем на проект у нас короче проект такой вообще как его назвать ого задом поехал товарищ понял нас фоткой на он назад знал чтобы штрих-код считать и короче дом короче капитальный такой проект капитальный чисто капитальный вообще полностью блин я просто вспомнила сегодня в кухне она решила поклеить эту картину с плоскостями из золота в коридоре вот эти серые будут просто к чему это я не понимаю вообще такая дичь да ну черные ребята хозяева заказчики и денег у них ну прилично там последние мерседесы по одну 24 года какие-то там такие ну крутые тачки короче один бентли так сейчас я на звонок отвечу куда пустые коробки вот такая красота маня потолок штукатуре ребята вот такие обои вчера ты точнее позавчера они вот это то что мы здесь делаем вот такую красоту наводим здесь вот этот пол дубовый какой-то или какую-то крутые полы можно отцепливать но уложат сюда будут вложить кафель вот такую цементную плиту прикручивает это даже нет не плита как настил какой-то мягкий на плиточный клей будет кафель вложить сегодня еще каждый с каждым днем становится все интереснее все трешовие там просто уже места нету она нагнала мастеров туда вчера там с какими-то уже 3d принтерами приходили там на стене уже устанавливают какое-то моделирование тут же дома боясь сверху клеят снизу кафель стелят 7 короче мастеров сегодня позвала на кафель при этом должны электрики работать кто еще там панели клеить на стены и обои то есть и она там что-то короче возмущается что за один день кафель не положит мастера мне удобно работают вчера мы тоже там делаем они зашли там начинают что-то там гипсокартон скрывать там вы все это мы там должны рядом с ними работать все это там сыплется инструмент передвигать не знаю как вообще попадем туда сегодня или нет потому что но если они кафель начали стелить как мы там ходить через окно будем залазить что-ли или как 6 на на миссия же не манж паси жут а и 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 Samuel Я не уверен, потому что это же ситуация, когда я был 23-25 лет, когда я был... Больше респект. Они не верят тебя. Ты знаешь, что ты делаешь. Ты знаешь, что ты работаешь. Так что ты, я? Ты, ребенок, ребенок... Но лучше, если ты выглядишь как... Ты знаешь, как... Друнок мужчина. С дурой, с большими шутками, с сигаретами. Я не знаю ничего. Я в конструкции. Да, 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 точно. Но я не имею в виду конструкции. Я ребенок. Но когда я говорю... Ты как испанец, да? Нет, нет, нет. Я живу с другими... Существует... Много сон. Много слабого. Много... Но я понимаю... Ты говоришь, как американцы... Как американцы... Ты говоришь, как американцы... У нас есть один... Ацент. Engлайн. Я говорю... Ты говоришь, как американцы... Американцы... Революция Американцы... Я могу. Я попробовал... И это трудно. Это трудно. Акку Friday, это не так. Орг... Это очень трудно для меня. Орг... Рау, рау. Аккуши... Творец... Это очень тяжело. 33. Когда ты слышишь, это R. Да, они имеют R. И в порту есть R. Да, более как R. Да, точно. Да, точно. Вот так. Смотри, баталь. Как T, это R. В порту есть баталья. В России. В России. В Поломбии они сказали, Пуэрто Рико. Пуэрто Рико! Такая вот улица. Вот такой дом. Купили они его в каком-то... в 19-ом что ли? Ушитый сайдингом. Простенько довольно всё. Но пацаны там, конечно, просто надругались над этим домом. Просто вандализм какой-то. Везде пылища. Пилят прям... Пилят, говорю, прям в доме. Там надо дырку выпилить. Он раз там под вентиляцию. Воду не подает. Пылища какая. На ступеньках. Песок, камни какие-то. Не знаю, вот здесь пыль села. Просто. Домашний кинотеатр у людей. Вот хозяева. Всё в пыли. Песок вот на полу. Ну, как в туалет ходим туда. Двери сняли. Ну, хоть бы завесили бы чем-то. Короче, бильярный стол. Всё в пыли. Всё в грязи. Ужас. Короче, всё засрали. Ну, просто можно элементарно. Вот. Опять там фигачит обои поклеенные уже. Панели. Просто трэш. Пыль садится. Мебель стоит. Всё в пыли. Ну, просто воду подай. Даже, да. С губкой. Болгарки при слоне и всё. А, ну, кстати, вот наша работа. Так вот сейчас пока что выглядят чудеса. Ну, сама цена торговая. Хорошо, да?